Накануне Дня Защитника Отечества в Люберцах состоялся большой праздничный концерт. Со сцены Дворца культуры мужчин поздравили первые лица округа, общественные деятели и депутаты. Музыкальный подарок приготовили творческие коллективы. Подробнее в нашем сюжете. Это праздник смелых и мужественных людей. Тех, кто защищал нашу родину на фронтах, кто прошел службу в армии и кто своим ратным и мирным трудом, верно и преданно, служит отчизне. Это праздник, когда подвиги людей, защищающих Отечество, вспоминаются. Это очень важно, особенно сейчас, в наше время. Я был в Афганистане два года. С ноября 1981 по ноябрь 1983 года. Командующим ракетными войсками артиллерии 40-й армии. Концерт начался с торжественного выноса флагов Российской Федерации, Московской области и городского округа Люберцы. Прозвучал государственный гимн страны. День защитника Отечества – это праздник всеобщий. Понятно, что сегодня непростая ситуация в мире. Я действительно желаю, друзья мои, вам мира, здоровья, благополучия. Сегодня в рядах российской армии несут службу 512 либерецких парней. Более 700 наших земляков прошли Афган. Около 350 участвовали в первой и второй чеченских кампаниях. Особое внимание участникам Великой Отечественной. В округе в настоящее время проживают 67 фронтовиков. Нет у нас ни одной семьи, которая бы не была связана с вооруженными силами. Кто служил, кто сегодня служит, кто собирается служить, кто работал на военных предприятиях – все мы с вами связаны с армией. Вспомнили в этот день и о тех, кто отдал свою жизнь, защищая родину. Память погибших воинов – почти ли минуты молчания. Вспомнить тех наших россиян, губерчан, для кого этот день был одним из самых важных. Когда они присягу принимали, когда они защищали родину, и во время войн, и в горячих точках. День защитника Отечества отмечают 23 февраля с 1922 года. Именно тогда, 100 лет назад, было подписано постановление Центральным исполнительным комитетом РСФСР. Название праздника менялось исторически, но смысл его сохранился. Это день всех тех, кто защищал, защищает и готов защищать родину от внутренних и внешних угроз. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.